Восьмого стиха И так, дорогие, удивительный человек, он имеет не только язык, он имеет и глаза, правда? Вот об этих прекрасных глазах, которые видят красоту этого мира, я хотел бы с вами поговорить. Вот здесь слепорожденный был несчастным человеком, который ничего не видел, и участь его была жалкой. А вот Господь сжалился и даровал ему это прекрасное зрение. И этот слепец прославил Иисуса. Он сказал верую и поклонился ему по вере, как в искупителе и Господа. Глаза, что может быть прекрасно? Правда, есть люди, которые не обладают полнотой зрения, но, слава Богу, что человек изобрел очки. А то есть близорукие, очень близко только видят, далеко вообще ничего, все сливается. А есть еще дальтоники, да, которые видят только черно-белые цвета. Они не видят гамму красок этого прекрасного мира, в котором мы живем. Они видят, если темно-красный, они видят темным цветом. Если что-то белее, видят белым цветом. Вот и больше все. А есть, значит, слабое зрение, когда человек плохо видит. Это, говорят, учащие стариков. Неправда. Есть люди и молодые, которые не обладают вот этой полнотой зрения. Но есть, дорогие, кроме физической слепоты, духовная слепота. Вот об этой-то слепоте и Господь подчеркнул, что я пришел в мир, чтобы слепые стали, что? Зрячими. А некоторые, которые себя считают зрячими, вдруг стали слепыми. Да, дорогие, слепой не видит, куда идет. Не видит. Ему нужен поводерь. Хотя и с палочкой он стучит, а куда идет, он не знает. Не знает. Мы вот легко, зрячий ориентируемся по улицам и переулкам, а незрячий всего этого не видит. Трудно ему ориентироваться, особенно в большом городе. Хотя они строго изучают свой путь. Это я беседовал с такими людьми. Я, говорят, шагами даже считаю, где повороты и так далее. Но это, знаете, трудно все изучить. Поэтому слепой не знает, куда идет. Также, дорогие, он не видит красоту этого мира, в котором мы живем. Не видит. Он порой не видит, что он грязный. Не видит. Он грязный и идет, думает, что все в порядке. Почему? Да он слепой, он не видит. Так же, дорогие, иногда что-то непристойное он делает, и он не стыдится. Он не видит, что его видят. Вот так, дорогие. И он делает это без стыда, потому что не знает, что его видят. Так и духовно, дорогие. Люди живут, пользуются благами того, что Бог дает, и не видят во всем этом дивного Творца и Подателя всех благ земных. И люди не благодарят Бога, потому что его считают. Нет, потому что я его не вижу. Вот так, дорогие. Только Христос открывает духовные очи. Те, которые приходили ко Христу, получили от Него духовное зрение и увидели, что Бог все во всем. Если бы вы посмотрели, как природа воспевает Творца, рано утром, у нас особенно живут там несколько семей дроздов, ну не дают рано спать, как начнут давать дрозда, поют чудесным образом, думаю, вот ты, птаха, смотри, то прославляет кого? Бога. Она радуется новому дню. А ты радуешься новому дню, который Бог тебе в жизнь дает. Нет, пара человек встает сумрачный, злой. Ужасно. Где же твое духовное зрение? Если ты во всем видишь дивную любовь Божию, зачем тебе волноваться? Встал, знай, что ты в руке Божьей. Господь всегда с тобой, как мы слышали. Также, дорогие, Бог одаряет этим дивным зрением, и человек не только видит красоту этого мира, он получает из рук Господа предложенное ему спасение. Господь это спасение протягивает каждому, только тот, который прозрел, он может что? Взять это спасение. А незрячий не видит, что Бог ему протягивает этот дар. Великий дар. Дар спасения. И человек свободно может протянуть и взять этот дар спасения. Мы редко поем этот гимн про жемчужину. Как он искал жемчужины, и вдруг увидел, идиот один несет прекрасную жемчужину, и он хотел бежать куда? Домой, чтобы все продать и купить эту жемчужину. Но ему сказали, даже будет мало всего мира, чтобы это купить жемчужину. Я ее даром даю. Неужели даром? Даром. И я, говорит, протянул и взял этот драгоценный жемчуг. А этот жемчуг не дар морей. Это дивное спасение во Христе. А чтобы взять, нужно видеть. Видеть. Христос говорит, Я свет миру. Да, люди ходили во тьме. Враг ослепил людям умы. И они живут в этом прекрасном мире, приходят сюда на все готовы. Человек ничего не приносит в мир. Он рождается голеньким. И уходит тоже, ничего с собой не берет. Рождается на все готовы. Я много раз говорю, смотрите, как Бог позаботился. Не столько растительный мир. Он в землю вложил и газ, и металлы, и нефть, и чего только там, каких богатств нет. Он все приготовил для человека. Ну вот вы не представляете. Я работал, когда в котельном на угле нужно было пять тонн привезти, сжечь котле, и потом всю золу выгрызти и увезти. Идешь, тебя качает из стороны в сторону, так-то устаешь за смену. И вдруг появился газ. Какая красота! Горит себе! А я сижу, читаю Библию. Чудеса! Газ! Это же так прекрасно! И Господь это дал даром, человеку даром дал все. Человек! Ну ты посмотри, неужели не видишь Бога? Или ты слепой? Приди ко Христу. Он откроет тебе глаза. И ты увидишь дивную любовь Божьей. Да, дорогие? Дьяволы различно ослепляют людям умы. Захватывают их так в суетой жизни, что они порой говорят, да некогда думать о Боге, некогда. Я таким людям говорю, а умирать когда будет? Ну, тогда уж куда денешься. Но это же ужасно. Умирать без всякой надежды. Ты пойми, ведь касается вопрос вечности. А люди в суете забывают Бога. Так кто это делает? Как один говорит, да было бы вместо 24-30 часов в сутки, и того бы не хватило. Вот так люди осуещают. Да я считаю просто, дьявол нагромождает столько дел, что некогда, некогда, некогда. Собрание пойти некогда. Ну, это же надо оторвать какое-то время, чтобы быть в собрании. Вот так суетой, дьявол. различными понятиями того, что я, я же верю, чего еще мне больше нужно. Есть такие люди, считают себя верующими, но это только на словах, они верующие. Они самоутешают себя. Они не пришли ко Христу, они не взяли дар спасения, не получили духовного зрения, а просто враг ослепил их мыслью, что они верят в Бога. Ну и ладно. Нет. Нужно прийти ко Христу, чтобы Он озарил ваше сердце, и вы увидели действительно Бога. Дорогой друг, как ты в отношении к Богу? А? Может, ты тоже самоутешаешь себе? Да я изредка в собраниях хожу, как-то я за ним разговаривал, я говорю, ну как вы, бываете у нас в собрании? Да иногда. Как иногда? Да так, по прихоти. Вот так некоторые придут, послушают и ушел, а еще полгода нет. Или как один говорит, как придут в собрание, так поют Христос воскрес. Так Он приходит, оказывается, только на пасхальный день. Вот так, дорогие. И так люди порой самоутешают себя. Я изредка хожу, но это же не спасает. Вот фарисеи, которые гордились своей духовной высотой, а Господь их назвал слепыми. Вожди слепые ведут кого? Слепых. И как вожди ничего не видят, так и за ними следует толпа, ничего не видящая. да куда они угодят? В Неаму, говорит Христос. Когда-то мы проповедовали, говорили это, так нас вызывали туда и говорят, вы про каких там вождей говорите, а? Не про наших лет. Я говорю, это про духовных вождей мы говорим. А что, они вели-вели и куда довели-то? Ну, никуда. Вели и в никуда привели. Почему? Да потому что слепые вожди. Вот так, дорогой друг, за кем ты идешь? За слепыми вождями? Нет, ты иди за Господом. Он, во-первых, тебе дарует духовное зрение. Ты увидишь красоту этой природы. Ты во всем увидишь Творца, Его любовь. А самое главное, ты получишь дивный дар спасения. Уже будешь жить не просто так, лишь бы день прошел, но каждый день ты будешь славить Его. Как я уже привел, мир прославляет Бога. Я уже вижу, деревья начинают расцветать, да? Какая красота. Усыпан мирядом цветов. Как-то я у ученого одного спросил, я говорю, а если бы все цветы опылились? Он говорит, нет, нет. Самое хорошее урожай, когда 10% опылится, это хорошее урожай, а так дерево не вынесет. Вот так. А зачем же столько цветов Бог туда поставил, а? Гарантия на жизнь. Гарантия на жизнь. Если там не опылится, какое-то другое опылится. Гарантия на жизнь. Я иногда поражаюсь, как какая-то травинка поднимает что? Асфальт. Какая сила жизни. И в этом вся гимная красота Божья. Да познай Господа, да откроет Он твои духовные очи, и ты прославишь Его, Бога нашего. Аминь. Вставь сегодня. Гарантия 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 Гарантия